От всей души приветствую всех вас, мои дорогие, кто пришел сегодня, чтобы услышать очередную тему в русле программы одной из двух. Приветствую всех, кто отложил свои повседневные заботы и суету и настроил свой компьютер, связь на прямую трансляцию этой программы. Пусть Господь благословит всех и каждого, кто хочет услышать что-то новое из Слова Божьего. Программа наша строится на серии контрастов, которые мы видим в нашей жизни, мы видим в нашей повседневности. И эти контрасты, наиболее яркие контрасты, мы встречаем также и в Слове Божьем. Мы встречаем их в Евангелии Господа нашего Иисуса Христа. Потому что Господь Христос Иисус пришел на землю, на нашу землю, жил среди людей, которые были такими же, как и мы, которые имели те же вопросы и запросы, которые мы имеем сегодня. И Он никогда не говорил на отвлеченные темы, но всегда изъяснял людям волю Божью и открывал им глаза на реальность, в которой они находились, чтобы они могли лучше ориентироваться в этом мире. Но самое главное, Господь Иисус Христос открывал новую перспективу жизни. И Иисус говорил, что, возможно, иная жизнь, вечная жизнь, и что Он, Иисус, воплощает в Себе эту вечную жизнь. И сегодня наша тема посвящена очередному контрасту, который я сформулировал так, как вы услышали эту тему и так, как она написана на экране. О больном теле и неотложном деле. Сказать ли Богу спасибо? У каждого человека есть тело. И Господь наш пришел на землю в теле, не в духе, не в каком-то эфемерном, миражном состоянии, но Он пришел в теле, в человеческом теле. И тело Его, как и тело каждого, с кем Он встречался, было не просто фоном действий в Слове Иисуса, но без тела человека невозможно было бы понять, что такое Евангелие. Без тела Христа Евангелие было бы совершенно другим. То есть тело – это и есть человек, это и есть та категория, которую мы никак не можем обойти стороной, обойти вниманием, если мы хотим понять замысел Божий о человеке и волю Господню для повседневной жизни человека. И прежде чем мы обратимся и более подробно будем говорить о том, какой же здесь контраст, о каком деле и о каком теле идет речь, я хотел бы привести некоторую статистику, которую вы не встретите в Евангелии, но которая очень необходима нам сегодня для того, чтобы понять два разных мира. С одной стороны, очень похожих, с другой стороны, достаточно разных. Наш мир и мир Иисуса Христа. Итак, некоторая статистика. Количество алкоголиков в России превысило 5 миллионов человек, а количество наркозависимых превысило 6 миллионов человек. Почему вдруг я говорю об алкоголиках и о наркоманах? Не этому посвящена тема. Но я подчеркиваю, что количество людей, страдающих различными формами зависимости, в первую очередь алкогольной зависимостью и наркотической зависимостью, достаточно угрожающее. И это является настоящей национальной, общенациональной, масштабной бедой нашего общества. С другой стороны, если вы посмотрите на количество прокаженных в России сегодня, то вы насчитаете их около 400 человек. То есть проказа сегодня не является общенациональной бедой нашей страны. Статистика по Иудее времен Христа отсутствует, но ясно, что наркомании в то время не было, и алкоголизм не был такой масштабной проблемой, какой он является сегодня. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, мы не встречаем там алкоголиков, мы не встречаем там наркозависимых, но мы встречаем очень много прокаженных. Их было много, потому что проказа была болезнью нищеты, бедноты, скудости, голода, несчастья, бездомности. Вот это было условием, которое генерировало, распространяло, содействовало распространению этого страшного заболевания, лепры. Если вы сравните эти данные, то вы увидите, что количество прокаженных в России один на количество алкоголиков на 12,5 тысяч. Вот такое соотношение. Поэтому в Евангелии мы не встречаем ничего, что как-то объяснило бы нам действие Иисуса Христа или открыло бы нам какую-то глубокую истину на фоне встречи Иисуса и какого-то алкоголика. Было бы здорово, между прочим, если бы такое было. Это бы нам очень сильно помогло сегодня, но это не было проблемой в то время. Если бы Евангелие писалось в наше время, я вас уверяю, вместо прокаженных на его страницах вы встретили бы много рассказов об алкоголиках и наркозависимых, как помог им Господь Иисус Христос. Это страшное заболевание. Оно было страшным в древности, в особенности. При тех скудных познаниях, которыми обладала медицина того времени, встреча с лепрой или с прокаженным, это шокировало, это обезоруживало. Это делало бессильными все усилия лучших врачей того времени. И как сегодня мы слышим исповеди анонимных алкоголиков, я хотел бы, чтобы вы услышали исповедь анонимного прокаженного. Вместе с девятью другими призраками я жил на окраине отдаленного селения. Никто нас в селение не пускал, хотя там и были наши родственники. Да, мы и сами уже не хотели туда, пообвыклись жить здесь, в заброшенном известняковом карьере. Кого раньше, кого позже, нас всех согнало в этом место проказа. Как голодного может понять только другой голодный, так прокаженного может понять только другой прокаженный. Любой, кто завидит нас, отворачивает свое лицо. Ему не по себе от того, что он видит. Да и что тут смотреть, что ни лицо, то сплошной струп. Ни возраста не определить, ни сословия. У одних рот увеличивается, у других рот зарастает. Кушать почти невозможно. Страшны лица, превратившиеся в один сплошной зияющий беззубый рот. Страшны и лица без рта. Мы смотрим, но видим сквозь гной. Мы слышим, но слышим сквозь гной. Мы обоняем, но обоняем сквозь гной. Мы кушаем пищу, но глотаем ее вместе с гноем. Нас обволакивает смрад, как изнутри, так и снаружи. Вся кожа в язвах. Вместо рук культи. Суставы сгнили и отпали. Рядом появились наросты дикого мяса. Живем в проклятии. Несем на себе это проклятие, хотя оно и невыносимо для нас. Мы ведем жизнь собак, наводя ужас на всякого встречного. Спим на камнях, пока они еще сохраняют тепло дневного солнца. Помыться и лечь в чистую постель – это заоблачная, неслыханная мечта для нас. Наше единственное одеяло – это мириад мух, которые облепливают открытые раны по всему телу. Днем нас мучает зной, а ночью мы дрожим от стужи. Малейшие колебания воздуха с болью улавливаются каждой открытой раной. Наша жизнь – это сплошное ощущение боли. И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Некоторые из нас были женаты. Но теперь никакого другого общества, кроме мужского, мы не знаем. Поначалу мы тяжело переживали отчуждение от семьи и общества, но потом привыкли. Привычка – это самое древнее обезболивающее. Теперь мы живем в другой семье, прокаженной. Проказа породнила нас, стерла былые отличия, навеки уравняла в братстве прокаженных. Сами живем, сами умираем, сами и хороним, если это можно назвать похоронами. Нет, нельзя сказать, что мы совершенно забыты. Иногда нам приносят пищу, реже одежду, еще реже подаяния, но в обществе мы не бываем. Не имея своего календаря, мы живем в параллельном мире. Издали наблюдаем за жизнью людей в селении и знаем, когда наступают праздники. Видим и то, как община направляется регулярно на богослужение в синагогу. И только это помогает нам ориентироваться во времени. Еще мы точно знаем о том, когда приходит сбор урожая. Это для нас лучшая пора. По древнему обычаю мы можем пройти краем поля и подобрать остатки злаковых и винограда. Еще мы живем слухами. Все, что мы услышим, живо обсуждается нами. Мы о чем-то спорим, каждый доказывает что-то свое, но это продолжается недолго. Дело в том, что поражая тело, лепра не обходит стороной и душу. Душа, как и тело, черствеет, распадается и умирает. И постепенно у нас пропадает интерес к жизни, ко всему. Некоторые из нас становятся слабоумными, другие неблагодарными. Да и вообще благодарность – это настолько далекое для нас чувство, что мы практически не знаем его. Мы бываем и мстительными. Особенно мстительны мы к тем, кто, проходя мимо, не подает нам даже ломаного гроша. Мы норовим дотронуться до одежды этого человека, чтобы отомстить ему за его жадность. Поэтому нас боятся, нас стыдятся, нас обходят. Но мы умеем мстить, так именно сделала проказа. Однажды в десятером мы вышли к окраине селения и остановились. Дальше идти было нельзя. Мы ждали, что кто-то появится и принесет нам хлеба. Обычно сюда, на задворке своей несытой жизни, селяне бросали краюхи хлеба, который мы охотно подбирали. Но в этот раз нам пришлось ждать дольше обычного. Наконец-то мы увидели приближающуюся к нам группу людей. И мы сразу поняли, что эти люди не были жителями селения, а только проходили через него. И вдруг до нашего слуха донеслось, что это был молодой раввин по имени Иисус с группой учеников. Раньше до нас долетали обрывки слухов о его чудодейственной силе. И мы живо обсуждали их, но не могли и мечтать о том, что Иисус окажется в наших краях. Бог смилостивился над нами, когда нам выпал речайший случай встретиться с тем, чье имя обрастало легендами. Иисус, наставник, неистово завопили мы десятиголосицей отчаянных. Иисус, наставник, помилуй нас. И тут я увидел, как остолбенели люди, которые сопровождали Иисуса. Как они остановились, как вкопанные, замерли. Им было страшно увидеть и одного прокаженного, а здесь нас было десять. И их шокировала эта сцена, на которую вышло десять прокаженных. Но мы продолжали кричать. Жажда жизни превозмогла смрад смерти. Не подходя близко, Иисус сказал нам. Пойдите, покажитесь священникам. Такие правила. Главным врачом считался священник. С кожными заболеваниями обращались к нему. И лишь он, священник, был в праве удостоверить наличие заболевания или его отсутствие. Когда мы услышали от Иисуса, пойдите и покажитесь священникам, каждый из нас услышал это по-своему. Каждый подумал о священниках, которых он знал в прошлой жизни. Каждый подумал о храме, в который ходил в прошлой жизни. Каждый подумал об алтаре, у которого молился в прошлой жизни. Каждый подумал о горе, на которую восходил в прошлой жизни, еще до заболевания. Дело в том, что девять из нас направились в Иерусалим, потому что они были иудеями, а я, десятый, пошел в другую сторону. Девять пошли в Иерусалим, потому что они были иудеями, а я, десятый, пошел в Самарию, потому что я был самаритянином, и здесь наши пути разошлись. В том, что у нас лепрамы не сомневались, в свое время именно священники известили нас об этом, но теперь Иисус повелел нам снова показаться священником. Зачем? У нас не было выбора, и мы поспешили исполнить его повеление, и да, тут наши пути разошлись. Если девять отправились к югу, я, десятый, направился к северу, на гору Герозим, в Самарию. Едва передвигая ноги, мы шли к цели, каждый в свою сторону. И когда я был в пути, о чудо, я исцелился, я очистился, проказа оставила меня. И как я потом узнал, и другие девять избавились от проказы, избавились все и полностью. Кожа каждого из нас приобрела цвет и свойства кожи ребенка. Мы не могли поверить собственным глазам. Мы преобразились. Наши конечности восстановились. Мышцы окрепли. Лица просветлели. И вновь стали человеческими. Ни у кого не оставалось сомнений в том, что произошло настоящее чудо очищения от проказы. И теперь нам предстояло сделать трудный выбор. Пойти ли дальше в храм, чтобы встретиться со священниками, или вернуться к тому, по чьему слову нас покинула проказа. Девять из нас решили не возвращаться. Они направились в Иерусалимский храм, выполнили все требования закона и прославили Бога за дарованное исцеление. И после этого они вернулись в свои семьи к жизни полноправных членов общества. Но я, десятый, не мог так поступить. Я не мог идти дальше в храм и забыть о том, благодаря кому я исцелился. Я должен был разузнать о нем больше, вернуться к нему и поблагодарить его за это исцеление. Во мне воскресло чувство, о котором я вынужден был надолго забыть. Чувство благодарности. Я понимал, что не могу прославить Бога, не поклонившись Иисусу. Поэтому я и решил вернуться. Я поспешил к Иисусу в надежде застать Его там, где произошла наша встреча. Я шел и пел от радости. Не мог дождаться минуты, чтобы пасть к ногами Иисуса и прославить Бога у Его ног. Я был так рад тому, что Иисус не успел отойти на большое расстояние. Я подбежал к Нему и без колебаний пал пред Ним ниц. Моей благодарностью Ему было мое чистое от проказа тело, которым я устелил место, на котором стоял Иисус Христос. Здесь, у ног Иисуса, из своего исцеленного от проказа тела, я воздвиг алтарь Богу. И Иисус не возбранял мне. Из всего было видно, что Он принял мою благодарность и мою хвалу. И тут я услышал уже знакомый голос. Не десять ли очистились? А где же девять? Как они не возвратились, чтобы воздать славу Богу, кроме сего одного иноплеменника? Я слышал эти вопросы и понимал, что они относились не ко мне. Я не смел судить своих братьев по несчастью. Мне было просто не до этого. Я мог лишь догадываться о том, почему ни один из них не вернулся, чтобы воздать славу Богу и благодарности Иисусу. Может быть, они не были уверены, что найдут Его на том же месте, где оставили Его. Может, они думали о том, что получили от священников удостоверение в том, что теперь они чисты, могут жить спокойной, чистой, свободной жизнью и не обязаны возвращаться к Иисусу. Получается, что вера их исцелила, но вера их не спасла. Вера их не приобщила к тому, кто исцелил их. И получается, что исцеление стало для них итогом, кульминацией веры, вместо того, чтобы вера стала кульминацией исцеления. Я понимал, что передо мной стоит не только учитель и целитель по имени Иисус. Передо мной был тот, кто стал посредником между мною и Богом. И теперь, чтобы воздать славу Богу, я мог и не приносить жертв, не идти в храм, не встречаться со священниками. Но я должен был вернуться к Иисусу, потому что в Нем был Бог, и Бог действовал через Него. Никак иначе мое исцеление от проказы не произошло бы. Впоследствии я понял, главное в поклонении Богу – это не гора, на которой стоит храм, а Иисус, у ног которого сидит человек. Конечно, сделав такой выбор, я поставил себя в трудное положение. Ведь для того, чтобы вернуться к полноценной жизни в обществе людей, я должен представить им доказательства от священников, что проказа оставила меня. И таких доказательств у меня не было. Авторитет же Иисуса не значил для них ничего, но мне не представлялось это столь существенным. Я проигнорировал это. «Встань, иди!» – услышал я голос Иисуса. «Вера твоя спасла тебя». Я и мысли не допускал, что Бог может вот так реально войти в жизнь человека, такого несчастного, прокаженного, каким был я. «Впервые в жизни я ощутил присутствие Бога, впервые в жизни я ощутил себя в присутствии Бога». Я стал новым человеком, мне открылась новая дорога, передо мной открылось новое будущее. Иди, сказал мне, самаритянину, Иудей Иисус. Уже не имело значения, у кого какая течет кровь в теле. Я видел, что перед лепрой все равны, но я не верил, что все равны и перед Богом. И Иисус открыл мне, что это так. И повинуясь Слову Христа, я пошел, пошел, чтобы рассказать и показать, что случилось со мной в своей семье. Тебя благодарю и за жизнь, и за смерть. Благодарю за все. И мы действительно можем сейчас суммировать то, что мы услышали. И если посмотреть шире, извлечь некоторые уроки, уроки благодарности и богопоклонения, как из этого рассказа, так и в целом из евангельского учения Господа нашего Иисуса Христа. Уроки благодарности и богопоклонения очень тесно сплетены, переплетены между собой. Не существует богопоклонения без благодарности и благодарность без богопоклонения. И мы очень ясно видим это в том рассказе, который оставлен нам на страницах Евангелия от Луки. Рассказ о десяти прокаженных, об исцелении десяти, о возвращении одного и невозвращении девяти. Итак, посмотрим сначала на уроки благодарности, их пять, и потом на уроки богопоклонения, их три. Первый урок. Причина для благодарности богу есть всегда. Нужно только ее заметить. Причина для благодарности богу есть всегда. Подумайте, если бы это было не так. Какой была бы жизнь, если бы не было ни одной причины, ни на йоту, чтобы поблагодарить бога? Я не беру крайние случаи насилия. Я не беру крайние случаи, которые по сути свои апокалиптические выходят за рамки и вообще за рамки всего, что человек в состоянии перенести и осмыслить. И я не хочу сказать, что благодарность нужно выжимать из человека или требовать у человека. Ни в коем случае. Но все-таки благодарность, причина для благодарности есть всегда. Нужно только ее заметить. Какие же это причины? Понимаете? Благодарить бога за то, что он открыл себя, за то, что он сотворил этот мир, за то, что мы ощущаем его прикосновения в нашей жизни. Благодарить бога за людей, за семью, за общину верующих, единоверцев. Благодарить бога за человеческое сообщество, в котором мы живем. Благодарить бога друг за друга. Это тоже основание для благодарности, причина для благодарности. Благодарить бога за любовь, за дружбу, за единение любящих сердец. Ведь это есть дар божий. Как же не поблагодарить бога за него? Далее. Благодарить бога за то, что у нас есть рассудок. И мы можем мыслить. Мы можем общаться с такими же, как и мы, разумными существами. Мы можем анализировать этот мир, анализировать себя, свою жизнь, прошлое, настоящее, будущее, за то, что у нас есть воображение, за то, что у нас есть память. Ведь это все кладези, дары господние. И как не отблагодарить бога за них? Кроме того, нужно благодарить бога за дар креативности, творчества. Что мы не просто живем и просто вот три раза покушать и один раз поспать. Нет, ведь мы что-то создаем, мы к чему-то стремимся, у нас есть цель. И за это тоже мы должны благодарить бога. Слава богу за это. Отнимите все это, и вы расчеловечите человека. И уже нельзя будет назвать существо, лишенного всего этого, человеческим существом. Именно наличие всех этих даров, которыми человек пользуется, и за которые благодарит, делает его человеком. Об этом мы еще скажем. Второй урок заключается в том, что благодарность – это путь жизни. Благодарность – это путь жизни. Благодарить – значит видеть в происходящем смысл. Не найти смысл – значит лишиться надежды. Вместе с надеждой человека оставляет и жизнь. Поэтому благодарность – это путь жизни. Благодарность укрепляет в человеке жизнь. Умножает ее. Усиливает в человеке жизненное начало. Благодарность. Третий урок заключается в том, что разглядеть в даре дарителя – в этом кроется большое блаженство для смотрящего. Рассмотреть, разглядеть в даре дарителя. Как много даров мы получаем, пользуемся ими и не можем разглядеть, от кого же эти дары. Мы не видим, не замечаем дарителя. Мы смотрим и нам кажется, что мы видим дар и это все, но мы не видим второй части. Мы не видим продолжения, от кого этот дар. Мы встали и светит солнце. Мы увидели снег. Мы увидели друг друга. И тысячи-тысячи других вещей, которые мы видим, слышим, осязаем, вкушаем, живем среди них, пользуемся ими. Это тысячи-тысячи даров. Но мы не можем рассмотреть в этих дарах дарителя. Точно так же, как девять прокаженных, которые получили этот дар исцеления. То есть, представьте себе, они шли, написано, и очистились. Но они не разглядели в этом очищении, в этом даре исцеления дарителя. И только один, десятый, о нем написано, что когда он шел, увидел, что исцелился. А что другие не видели, что они исцелились? Им что, нужно было в десять зеркал посмотреть, что они исцелились? Только один увидел, у одного только открылись глаза. То есть, понял и оценил, что с ним произошло, и решил вернуться к дарителю этого дара. Это сверхважно для духовной, нравственной и всякой другой жизни человека. Разглядеть в даре дарителя. Четвертый урок заключается в том, что благодарность не переделает Бога. И он их не накапливает. Благодарность на благодарность на благодарность. Ему нужны эти благодарности. Потому что, если кто-то его не отблагодарит, и еще не добавится несколько благодарностей, то ему станет плохо сердцем. Это не так. Это карикатура Бога. Благодарность не переделывает Бога, не изменяет его, не смягчает сердце его, но благодарность очеловечивает человека. Быть человеком, значит быть благодарным. Благодарность очеловечивает отношения среди людей. Чувство благодарности меняет вкус жизни. И вы не только думаете, что и рассматриваете, что есть вектор любви. То есть, чтобы меня любили, или чтобы меня благодарили. Но вы думаете о том, чтобы и располагать к любви, и располагать других к благодарности. То есть, благодарный человек, как правило, притягивает к себе таких же благодарных, как и он или она, людей. И напротив, неблагодарный человек вокруг себя собирает круг таких же нытиков, которые ноют, не знают, что такое благодарность, чтобы благодарить, ропчут на все. И тоже действуют законы только с обратным знаком, со знаком-минусом. Такие же законы духовной жизни. Благодарность очеловечивает человека и собирает вокруг него таких же, как и он, благодарных людей. И когда ее не достает, то это ущербная жизнь. Безблагодарности это несчастная жизнь. Это унылая жизнь с кислым выражением лица. Благодарность преображает жизнь человека. Это четвертый урок. Пятый урок. Благодарность есть синоним духовности. Нет духовности без чувства благодарности. Не может быть в принципе духовности без благодарности. Это... Они идут рука об руку. Благодарность и духовность. Я хотел бы перечислить несколько стихов. Их гораздо больше в Священном Писании. И в особенности в посланиях апостола Павла. Стихов, изречений, утверждений, заявлений, которые говорят о благодарности этого человека. Я уверен, вы знаете, вы наслышаны о жизни этого человека. Вы знаете, как часто его били палками. Как он тонул в результате кораблекрушения. Как его побивали камнями. Как его избивали плетьми. Как его ненавидели. Как он терпел голод. И холод, стужу. И сколько надругательств, сколько издевательств претерпел этот человек во имя Иисуса Христа. И вот именно из его уст, из уст того, кто знал, что такое темница, кандалы, сырой подвал, одиночество, отчуждение от общества, насмешки, все остальное, познал столько несчастья. И вот из уст этого человека, более чем от кого-то, от кого бы то ни было другого, мы слышим слова благодарности. Как это могло быть? И что это за слова? Не только от него, но прежде всего от него. Я хотел бы привести несколько стихов. Итак, он говорит, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Аллилуйя! Далее он говорит, непрестанно благодарю Бога моего за всех вас, и послушных, и непослушных, и доставляющих мне проблемы, и приносящих мне радость, и понимающих меня, и не понимающих меня. Это был пастырь с большой буквы, который смотрел на свою паству, принимал и любил всех, и благодарил Бога за всех, и не говорил, Господи, благодарю тебя за вот эту часть, которая меня понимает, но я не могу благодарить тебя за других людей, которые мне палки в колеса ставят. Да, были такие верующие, но он и их любил, и за них благодарил. Таким был этот апостол. Далее он говорит, благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. То есть, что он приобщился к этой вере, благодаря родителям, прародителям, она передавалась из поколения в поколение, и он не забывал благодарить Бога за это на склоне лет своей многотрудной жизни. Далее вы знаете эти слова апостола, когда он говорит, за все благодарите. Благодарите Бога за все, смотрите на жизнь, как на большую, сложную, но благословенную школу, где много классов, много экзаменов, и благодарите Бога за каждый класс, за каждый урок, за каждый экзамен, за каждый опыт богопознания. Не отчаивайтесь, не сдавайтесь, даже если жизнь растоптана, даже если с вами поступили неправильно, не сдавайтесь, благодарите Бога, тянитесь к Нему. Конечно, мы не можем благодарить Бога за издевательства, которые нам приходится терпеть в жизни. Это же не какая-то религия, которая выжимает из человека слова благодарности. Не об этом речь. Я не беру крайние ситуации, крайние ситуации агрессии, насилия, смерти, убиения и так далее. Не об этом идет речь. Но если мы остаемся в здравом уме, если нам не отказывает память, нам не отказывает ум, если мы смотрим на эту жизнь, на все, что приключается с нами в ней, то мы можем поблагодарить Бога, что Он дает нам силы перенести все это, не впасть в отчаяние, сохранить веру и остаться приверженным Ему до конца. Обратите внимание на следующую молитву, очень краткая молитва Господа нашего Иисуса Христа, который сказал «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Это один из редчайших случаев, когда до нашего слуха доносятся слова молитв, которые возносил Иисус Христос своему Отцу. Часто написано о том, что Он уединялся, уходил в пустынные места от людей, от толпы, от шума городской жизни, уходил, чтобы помолиться. Но мы не знаем, о чем Он молился. Он мог провести в молитве целую ночь, но мы не знаем, какие слова Он произнес в этой молитве. И вот как проблеск, один из немногих случаев, когда мы слышим молитву Иисуса Христа. И этой молитве предшествуют слова о радости. Господь говорит «Радуюсь, Господи, радуюсь, Отче, и благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Благодарение Богу, что Вы, пишет апостол Павел, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Благодарность за опыт обращения, что Вы стояли к Богу спиной, и пришел день, когда Вы повернулись к Нему лицом. Всю жизнь благодарите Бога за этот день. Всю жизнь благодарите Бога за этот опыт обращения в Вашего сердце. Это ценнейшее достояние Вашей жизни. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Конечно же, вот этот дар Иисус Христос, и в нем мы должны разглядеть дарителя Бога Отца. И благодарить Бога Отца за этот самый большой, важный, необходимый дар Господа нашего Иисуса Христа. За спасение, которое Он принес всем людям. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. То есть, неописуемый, неизреченный, я не могу найти слов, говорит апостол, чтобы сказать, что же это за дар спасения во Христе. Ибо все для вас, чтобы обилие благодати тем большую, во многих произвело благодарность во славу Божию. Все для вас, и обилие благодати пусть произведет еще большую в вас благодарность Богу, говорит апостол Павел. Итак, благодарность есть синоним духовности. Кроме того, хочу вам сказать. Вечеря Господня есть служение, благодарение. По преимуществу вечеря Господня есть служение, благодарение. Потому что, когда ломается хлеб, преломляется хлеб, когда разливается вино, когда Иисус это сделал, когда Он учредил этот обряд вечерю Господню в горнице, тогда Иисус написано возблагодарил, возблагодарил и учредил это служение как служение благодарности. Поэтому для подпитки духовной жизни, для того, чтобы очеловечивать наше человеческое существование, мы обязательно должны принимать участие в этом служении, в этом служении благодарения. И это тоже есть синоним духовности. Давайте теперь посмотрим на уроки Бога поклонения. Их несколько. Итак, первый урок в этой истории заключается вот в чем. Бога поклонения открыто для всех. Дискриминации нет. Дискриминации нет. У Бога любимчиков нет. Кровь, цвет, одежда, статус, все остальные отличия, которых так много, и которых становится еще больше в современном мире, для Бога не существует. Бог открыт для всех. И всем открыл доступ к себе. И в данном случае мы тоже это видим. Бога поклонения открыто для всех. Дискриминации нет. Вы знаете, что это такое? Что вы видите? Что это за камень? И что на нем написано? Если вы поедете в Иерусалим, придете в Иерусалимский музей, археологический музей, то не пропустите стенда, на котором демонстрируется вот эта каменная или же сделанная из известнякового камня плита. Или же в прошлом это был такой столб, специальный столб. И их было много по периметру храма, который стоял в Иерусалиме во дне Иисуса Христа. И на этом известняковом столбе написаны слова, высечены слова. Какие слова? Они были высечены на древнегреческом языке и на латинском языке. И на них ссылается один из самых крупных авторитетов, заслуживающим доверия в наши дни, каким был Иосиф Лавий, который жил в то время, который был в этом храме, который знал его устройство, который очень много описал из того времени, и благодаря трудам которого мы видим так много деталей, которые между строк угадываются на страницах Евангелия, но которые не так очевидны. Итак, что написано? Что было написано на этом столбе? На нем было написано, «Ни одному иноплеменнику не разрешается входить на передний двор храма и за балюстраду вокруг святилища. Всякий, кого уличат в этом, пусть винит себя в своей последующей смерти». Самое интересное, в этом высказывании, или же в этом запрете, который был высечен на камне, и той историей, которую вы услышали сегодня, заключается в одном слове, и это слово «иноплеменник». Дело в том, что в Евангелии от Луки, где рассказывается об исцелении десяти прокаженных и о возвращении только одного, используется слово «алагенес». «Алагенес». И это слово используется только один раз во всем Евангелии. Больше оно нигде не встречается. И вот это же слово мы встречаем здесь, на этом каменном столбе, а их было много вокруг храма, который был указательным знаком, и это надпись, которая гласила «Запрещено алагенес», то есть иноплеменнику, переступать эту линию и входить на передний двор храма. И когда Иисус говорит, не десять ли исцелились, где же девять, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника. То есть Иисус, принимая поклонение этого человека, который упал пред немниц, благодарил Бога за исцеление, фактически Иисус упраздняет дискриминацию между людьми, идущими к Богу. Дискриминации нет и быть не может во Христе. Бог открыл доступ к себе для всех, и все могут приходить к Нему независимо ни от каких культурных, национальных, религиозных или расовых, национальных, еще каких-то отличий. Бог есть Бог всех. Второй урок Богопоклонения. Иисус есть новый, живой храм Богу, где должно совершаться новое Богопоклонение во Христе. То есть, этот иноплеменник, который шел к храму, на гору, где он привык совершать Богопоклонение, или же знал, что там совершают его родственники, единоверцы Богопоклонения, осознал, что храм не там, а храм здесь. Здесь, где стоит Христос, вот здесь храм. Тот храм будет стерт, будет уничтожен. Иерусалимский храм, куда девять направились, будет уничтожен. А что останется? Останется Господь, живой Господь наш Иисус Христос. Он есть храм. В нем совершается истинное поклонение Богу в духе и истине, как он скажет это в другом Евангелии. И вот этот иноплеменник каким-то образом все это понял. А девять других утонули в счастье исцеления и не вернулись, и не поклонились Богу в этом новом храме во Христе Иисусе. Третий урок очень важный. Итог исцеления – это вера человека и его богопоклонение. Не наоборот. Итог богопоклонения и веры – это исцеление человека. Но исцеление человека ведет его, должно привести его к большей вере и к богопоклонению. На вопрос, что важнее – исцеление Богом или поклонение Богу? И Иисус отвечает – поклонение. Итак, благодарность и богопоклонение – суть неотложное дела в жизни христианина. О больном теле и неотложном деле. Сказать ли Богу спасибо? Давайте скажем. Я приглашаю вас к молитве. Благословенный Господь наш и Бог, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим и бесконечно будем благодарить Тебя, ибо Ты един достоин хвалы, поклонения и благодарности за все многочисленные дары, которыми Ты обогатил нашу жизнь. Благодарим Тебя за дар, самый большой дар Господа Иисуса Христа. Господи, помоги же нам всегда быть благодарными. Помоги нам жить и благодарить Тебя, и таким образом соединяться с Тобой, поклоняться Тебе, окружать себя людьми, которые хотят жить благодарной жизнью. Прости нас за ропот, прости нас за уныние, и помоги всегда находить причину для благодарности, чтобы это очеловечивало нас, приближало нас к Тебе, и помогало нам жить более полноценной, глубокой, насыщенной духовной жизнью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. ПОНЕЦ. 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 Продолжение следует...